Сегодняшнее место из Писания это Бытие 6 глава с 1 по 8 стихи. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это были сильные и издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю. Ибо я рассказал, что создал их, но и же обрел благодать перед очами Господа. Давайте благословим друг друга. Вы благовестники, спасающие эту эпоху. Давайте вместе унаследуем те пустынные наследия, которые Бог дал нам. Давайте провозгласим, мы — народ Завета Божьего. И это не просто наши слова, это то, как Бог нас называет, потому что Бог дал Завет Свой, и мы — те люди, которые храним этот Завет в наших сердцах. И поэтому мы с вами являемся, соответственно, людьми Завета Божьего. И каким образом Бог, Он общается с нами, каким образом Бог ведет нас, конечно же, это слово. И несколько месяцев назад один человек из Японии по приглашению какого-то другого верующего принял участие в богослужении. И получилось так, пообщаться также с этим человеком. И что он сказал? Как так может быть, что пастор так точно сказал о моей жизни, как будто бы он знает меня, и как будто бы знает, через что я прохожу, и какая проблема у меня есть. И, конечно же, я не знал этого человека до этого, и я не мог знать о каких-то проблемах, которые в его жизни есть. И я даже не знал, что он участвовал, например, на богослужении. То, естественно, это не то, что я таким человеком являюсь, и я не могу знать в деталях каждого жизни человека и что-то под его жизнь подстраивать, как-то проповедь, особенно когда такая большая церковь. Что я могу делать? Это я могу получать водительство Божье и передавать то слово, которое действительно поможет, слово, которое Бог даёт, и Бог знает, что внутри нас каждого есть. И это слово тогда помогает упорядочить внутри нас то, что необходимо, дать нам ответ в отношении того, о чём мы переживаем, возможно, или же сомневаемся в чём, укрепить нас. Поэтому в этом и есть работа пастора — стоять перед Богом и передавать то слово, которое Бог приготовил. Может быть, оно нравится или не нравится кому-то, или даже самому пастору, но он должен передавать это слово. И мы с вами последнее время, на протяжении уже долгого времени, но мы практически постоянно говорим в этом году, даже вот посмотреть в таких фундаментальных вопросах, касающихся нашей жизни. Особенно мы ставим акцент часто на Слово Божье, Евангелие, молитва, благовестие. И почему мы продолжаем говорить об вот этом фундаментальном, почему мы снова и снова возвращаемся к, так бы сказать, корням, к коренной проблеме, и почему нам с вами необходимо продолжать говорить о той проблеме, написанной в Бытие 3 главе, также в Бытие 6 главе и 11 главе. Есть причина, почему это необходимо нам с вами делать. Что есть проблемой вообще в действительности нас, всех людей? Это то, что все мы с вами рождаемся, независимо от того, в какой семье мы родились. Мы все с вами рождаемся в каком состоянии? Мы с вами рождаемся в состоянии, разделённом с Богом. Когда Дух Божий не пребывает в нас, это и есть проблема, о которой мы говорим, проблема греха, первородный грех. То есть, это то состояние, в котором мы рождаемся уже каждый из нас, и, естественно, находясь в таком состоянии, когда мы растём, взрослеем, так как мы не имеем Духа Божьего, то, естественно, в нас происходит, также запечатляется не Слово Божье, и наша сущность, опять-таки, под влиянием всего того, что нас окружает, и не получая, опять-таки, не наслаждаясь плодами Духа Святого, мы, естественно, становимся эгоцентричными, и, видя этот мир, мы действительно начинаем также следовать и искать ответ в физическом только, в удовлетворении физических каких-то потребностей, и поэтому материальное становится первостепенным в нашей жизни. также мое личное удовлетворение моих личных проблем и забота о себе, и поэтому также, опять-таки, мое Я, вот это становится действительно не просто то так же состоянием неверующих, как мы можем подумать, люди, которые не веруют в Бога, но даже уже которые уверовали в Бога. Посмотрите, даже шестая глава, кто были вот эти люди в Битии 6 главе, которые, от которых произошли исполины. Это были сыны Божьи. Посмотрите также 11 главу. Это Вавилонская башня. Кто были эти люди, которые строили Вавилонскую башню? То есть те люди, которые бросили вызов Богу, которые стремились построить общество, которое бы следовало, не следовало Богу, не следовало бы Слову Божьему, а установить свои, свои, установить свою модель общества, свое будущее, построенное на своем. На чем построено на своем? Для того, чтобы там сказано сделать имя себе. То есть это человекоцентрично и эгоцентрично. Проблема не в том, что это человекоцентрично, казалось бы, быть хорошо это человекоцентрично, Но проблема в том, что человека какого человека именно? То есть это, опять-таки, удовлетворение своих эгоцентричных потребностей, можно сказать, потребностей эгоцентричного образа жизни. Поэтому очень важно, действительно, в каком, очень важно поэтому, в каком мы состоянии находимся, чтобы мы должны понимать и признать то, что, во-первых, естественно, что мы сами по себе, естественно, несовершенны. И проблема в том, что, естественно, не нужно себя уничижать, но в то же время не нужно жить такой жизнью, даже уже будучи уже действительно во Христе, получив спасение, но продолжать жить, фокусируясь на своем «я», то есть продолжать жить, будучи, как бы так сказать, правильно, как-то может звучать, конечно, хозяином своей жизни, то есть, естественно, мы принимаем решения, но тут нужно понять, мои стремления, мои цели, это все обо мне и про меня, и то, как я только думаю, либо я же желаю слушать голос Божий и прислушиваться к Богу, и направление моей жизни направлено к Царству Божьему. Пока Павел, например, он что сказал? Уже я действительно каждый день умираю для себя. И тут тоже нужно правильно понимать, что значит умирать для себя, в отношении чего Павел именно это имел в виду. И поэтому самое первое, есть очень опасное такое состояние, в действительности мы ищем всегда, как бы так сказать, ищем врагов, ищем то, что препятствует мне в моей жизни, наверное, получить то, что я хочу, или быть тем, кем я хочу, и мы всегда ищем в ком-то проблему, в людях, либо же в системе, либо же еще в чем-то. Но в действительности, даже в духовном, мы всегда ищем, и легче всего обвинить дьявола. Это дьявол обманул меня, это дьявол обольстил меня, это дьявол препятствует мне. Но в действительности, самый главный наш враг, враг каждого из нас — это я сам, мое «я». Посмотрите, как, например, в отношении Адама и Евы, в отношении Евы. В чем, если посмотрим и обратим внимание на разговор Евы, то там не было, когда она говорила, какого-то понимания, что в отношении того завета, который Бог сказал, что если вы вкусите от дерева познания добра и зла, вы смертью умрете. Она же сказала, мы... Не было у нее уверенности, у нее не было точного понимания, что ее жизнь в действительности, так это и есть наша жизнь. Она зависит от Бога, потому что мы духовное существо. Но у нее не было этого осознания, не было этого понимания, и из-за этого в ней было также недовольство и желание вот в отношении этого дерева, плода этого дерева, то есть желание познать другое знание, то есть познать... Действительно, у нее не было реально веры и доверия Богу, и поэтому дьявол это выявил, и он смог задеть это, поэтому он и сказал, что не умрете, но будете как Боги. Поэтому Бытие 3 глава не из-за Бога возникло, это возникло из-за нас самих, и проблема исполинов, это также возникло из-за чего? Из-за одержимости собой. Поэтому вот в этом проблема, что мы не хотим жить так, как Бог предлагает, не хотим следовать тому видению, не хотим жить... не хотим жить в том видении, которое Бог дал, в том видении будущего, которое Бог приготовил для нас, и для этого, чтобы это будущее осуществлять, жить, служа друг другу и помогая друг другу. Мы же живем каким образом? Каждый строит свое какое-то будущее и пытается этого достичь, поэтому приходится воевать, сражаться, поэтому мы живем в итоге таким образом, каким мы живем, такое мы сейчас видим. Почему? Потому что каждый преследует свое я, каждый считает себя более ценным, свою жизнь, себя ценным, чем жизнь других людей. Не означает, нужно себя полностью уничижать, и это не в этом суть, это не в религиозном образе жизни, мы говорим сейчас. Важно, чтобы мы жили в благословении Божьем, чтобы мы вместе с Богом осуществляли, реализовывали то будущее, которое Бог видит, которое есть действительно по-настоящему благословенным для меня, для всех людей, для всех нас. И сейчас, особенно, если мы, конечно, говорим, почему Павел говорил, что я умираю для себя, потому что состояние, в котором Бог сотворил нас, и состояние сейчас, в котором мы живем, в общем, человечество, проблема, которая есть, это совершенно отличается совершенным образом. Поэтому дело в том, что люди, конечно же, которые живут без завета, естественно, они без Бога, они, естественно, подвергаются атакам дьявола, но больше, чем даже они, люди, которые уже знают Бога и знают завет, но не живут по этому завету, но ставя себя на первое место, то тогда, естественно, дьявол будет атаковать атаковать нас, атаковать нас. И как... Вот в чем особенность сейчас нашей жизни на земле, это то, что это не... Даже мы сейчас уже уверовали в Иисуса Христа, мы получили спасение, правильно? Но сейчас происходит духовная война на земле. И Бог нуждается в людях, призывает нас для того, чтобы мы были как духовные воины, чтобы мы действительно себя подчинили Слову Божьему. Как воины, они подчиняют командам своего командира, начальства. Почему они это делают? Потому что это есть служба, это есть служение. Они доверяют Слову, подчиняют себя Слову командиров. Либо командование. Для чего это делается? Для того, чтобы совершить... Чтобы выиграть сражение. Для того, чтобы действовать как один вместе, как одно целое. Поэтому сейчас на земле точно так же происходит. Не потому, что нам нужно... Не совершенно Бог так нас осмотрел, чтобы мы были как роботы, либо же услышали как команды. но сейчас по-другому ситуация в нашем этом мире. Поэтому каждому из нас, лично и нам вместе, как церкви, нужно получать водительство Божье. Да, мы, конечно же, принимаем решения, но нам эти решения нужно принимать, получая подтверждение от Бога, получая водительство Духа Святого. Как Павел, он направлялся в Азию в Деяниях 16 главе. Но что случилось? Дух Божий не допустил ему идти в Азию. Почему? Потому что у Бога были приготовлены люди там уже, в Македонии. Поэтому Дух Христов не позволил ему идти туда, не дал, не получил водительства в этом плане. Павел, он послушался, он не стал препятствовать или по-своему упорствовать и делать что-то. Поэтому и филиппийцам также первая глава. Девятый стих, посмотрим, что там сказано. Первая глава, девятый, десятый стих. И там говорится, что мы с вами таким образом жили, чтобы действительно возрастали в познании Христа и были чисты и неприткновенны в день Христов. И то есть важно, чтобы мы с вами были действительно людьми, Божьими людьми Христа. И как когда мы посмотрим также в Ветхом Завете, если посмотрим движение в массивы, которое через Самуила произошло, в чем был смысл также этого движения в массивах? Это в том, чтобы отбросить идолов. Что значит отбросить идолов? Это значит действительно свою жизнь направить в том направлении, которое Бог призвал нас быть. чтобы мы могли действительно объединиться, стать как одно целое, потому что у каждого были свои идолы, каждый поступал так, как он хотел и не следовал Слову Божьему. И когда вот мы не следуем Слову Божьему, что происходит тогда? Каждый живет так, как он считает правильным, каждый живет так, как он считает нужным. Это то, что мы видим сейчас в современном обществе также и в западном обществе. Но при этом что происходит? Какая проблема происходит? Люди тогда перестают служить друг другу, перестают, они уже не могут двигаться в каком-то направлении. Они просто приходят хаос, приходят те проблемы, которых не должно было быть. И тогда такой народ, такие люди, такое общество становится легкой добычей для дьявола. Потому что люди, которые не имеют общего чего-то, общего будущего, общего видения будущего, они имеют Слова, за которое они вместе все держатся, они становятся наживкой, не наживкой, а становятся легкой добычей для дьявола. Потому что Дьявол будет использовать тех людей, которые держатся не за Слово Божие, а держатся за что-то другое, за какую-то другую идеологию. И, конечно же, через таких людей будет завоевывать, будет или же уничтожать тех людей, которые он считает помехой для себя. И тут, опять-таки, мы можем часто вне дьявола, что дьявол, действительно, он, конечно же, значительная сила, но всегда мы виним дьявола, но дело даже не в дьяволе. Дьявол, он обманывает и искушает. Но тогда, когда мы, можно сказать, позволяем этому, когда мы не бодрствуем, потому что в действительности, когда мы смотрим также Джон Буньян, это книга «Путешествие Пилигрима», «Путь Пилигрима», то дьявол там так тоже показан как в виде львов, но которые, они скованы цепью. Да, он может поглотить, и может поглотить, казалось бы, если мы подойдем близко, но если мы будем идти тем путем, который Бог нам указывает, то каким бы страшным он ни казался, и каким бы он сильным ни был, он скован, он не может. Поэтому здесь важно то, живу я просто по своим мыслям, целям, мотивам, желаниям, по-своему, как я хочу, либо же я действительно, живя на этой земле, которая есть местом духовного сражения, которая есть местом, где идет битва, где дьявол стремится построить свое царство, где дьявол ненавидит христиана, который желает уничтожить их, и я либо же буду слепым и жить, если без Бога, будучи неверующим, буду просто рабом дьявола, думая, что я по-настоящему живу для себя, и что-то там строю, но при этом моя жизнь будет полностью находиться в руках дьявола, и буду жить во власти судьбы, и буду не так, как я хочу, а буду происходить так, как действительно это предназначено, но не Богом. Либо же я буду знать, видеть духовную реальность, и буду делать выбор сознательно, слушая голос Божий, слыша, что Бог желает делать на этой земле, и делая это дело вместе с Богом, сражаясь при этом с теми силами тьмы, которые стремятся окутать тьмой, которые стремятся обмануть даже верующих и прельстить. Поэтому, если я не буду таким образом жить, если я не буду слышать голос Божий, не буду... И моим желанием, Божье желание не станет моим желанием, и я не буду искать царства Божьего, тогда я сам становлюсь проблемой для себя. Потому что мы не можем своими силами... Во-первых, мы даже сами себя, свою жизнь упорядочить своими силами не можем. Поэтому нам нужна сила, которая есть во Христе. Поэтому Павел это понимал, поэтому Павел, он говорил, что каждый день уже не я живу, но живет Христос во мне. И здесь, опять-таки, нужно правильно это понимать. Не означает, как в буддизме полностью перестать существовать. Это не то, что Бог желает. Бог желает, чтобы пока мы здесь живем на земле, чтобы мы, опять-таки, как воины, действительно духовные, прислушивались к голосу Господа и могли вместе выполнять миссию спасения людей. Я, может быть, кем бы я ни работал на этой земле, или бизнес у меня свой есть, что бы ни было. Важно, в чем направление, в чем, куда мое сердце, для чего я это все делаю. Работу, бизнес, учебу, что бы это ни было. Поэтому нам важно не упускать то, что делает Бог. Нам нужно знать, что Бог делает, и нужно видеть в эту эпоху, каким образом Бог желает совершать дело спасения. Когда Бог призвал Моисея, что Моисей начал говорить? Моисей начал оправдываться, смотря, опять-таки, на себя, на свой уровень, то, что и мы можем иногда делать, думать, «А, как я могу это делать? Я и старый уже, и говорить нормально не могу, косноязычный, и то не могу, и это не могу. Бог, дай мне просто пожить, жить как я, дожить уже, жить как мне хочется, как мне кажется, хорошо для меня». Бог же и Аарона дал ему, и все дал, и повел, но был момент даже все равно, когда Бог был готов умертвить, написано, умертвить Моисея. Почему? Потому что он не следовал тому слову, которое Бог дал, не делал, не придавал значению важности, не придавал важности то духовное. но тогда его жена, Сепфора, она все-таки осознала, что нужно сделать, и сделала тогда обрезание для сыновей Моисеев, и тогда тогда потому что иначе даже, можно сказать, Бог, он все равно подымет человека, через которого будет совершать это действие. Но важно нам быть теми людьми, которые понимают, что важно для Бога сейчас и делать это. Моисей все равно тогда Моисей все равно слава Богу, что так, наверное, получилось, он осознал то призвание, то свою миссию, и когда мы видим уже он вывел израильские народы, когда они стояли перед Красным морем, то он не говорил, давайте сейчас сплотимся, будем бороться, давайте еще что-то делать, он что сказал? Смотрите на спасение Господне, на спасение, которое Бог приготовил для нас. Он не надеялся на себя, он не надеялся на людей, он уже полностью доверил свою жизнь Богу. и мы видим так же в отношении даже решения, которое Бог дает, как исход описывал 10 казней, то есть мы видим, что для чего эти казни были так же, это как бы называется 10 казней, но это было все для того, чтобы разрушить идолов, которые в Египте были, для того, чтобы разрушить тех идолов, и то, на что они полагались, не на Бога, а полагались на идолов, то есть полагались либо же на самих себя, либо же на каких-то других духов или божеств. И почему 40 лет, на протяжении 40 лет находился Моисей в пустыне и израильский народ, опять-таки проблема в самих людях, потому что не потому, что Бог их там мучать хотел или что-то еще, потому что они не хотели, не осознавали и не хотели принимать ту миссию, то, для чего Бог призвал израильский народ. А для чего Бог призвал израильский народ? Бог призвал их, чтобы они хранили заветы, чтобы они передавали это другим людям, не для того, чтобы они такие какие-то особенные. Но... И поэтому и что было? Ковчег был в центре всегда. Скиния была в центре всегда. Но они постоянно это упускали и постоянно поэтому приходили проблемы к ним, которые и не должны были приходить. Люди церкви, многие церкви, конечно же, сосредоточены иногда либо же на законничестве, либо же на мистицизме. и это то, что отвлекает от того, для чего Бог призвал нас с вами. Бог уже дал спасение, поэтому не в соблюдении закона смысл нашей жизни, как христиан здесь, как христиан, которые дети Божьи. Бог уже... Бог силой своей совершает все и делает, поэтому не в каких-то мистических действиях, в изгнаниях, бесах это все. Не этому радоваться нужно, не на этом акцент ставить. Исцеление будет происходить тогда, когда будет провозглашаться Евангелие. И с точки зрения церквей, которые ставят акцент на законе, либо же церквей, которые ставят акцент на мистицизме, на вот этом всем, например, наша церковь, с их точки зрения может казаться, с их точки зрения будет казаться, что мы еретики, то есть мы что-то там не ставим акцент часто на соблюдении закона, либо же не призываем людей каждый раз «раскайся, покайся в своих грехах», либо там «давайте молиться, давайте славить Господа, давайте там испытаем огонь, который сходит от Бога». То есть вот такие разные богослужения, которые там люди как сумасшедшие практически иногда выглядят, потому что они хотят каких-то на чувственном уровне испытать какие-то эмоции. на взгляд этих церквей мы тоже какие-то неправильные, потому что мы не испытываем той силы, благодати, огня какого-то, который Бог дает, которым Бог действует. Но Бог не как мы, как я верю, как действительно мы в каком направлении мы двигаемся ни в законничестве сила и ни в мастицизме. и даже в мире теперь церкви, не только церкви, еще и мир также ищет всегда что-то неправильное в церкви и пытается обвинить в чем-то церковь. Или же сейчас, например, например, в Европе опять-таки причина есть, почему они к этому всему пришли, но это уже далеко не христианские ценности и не христианские общества основано и следует не христианским ценностям и далеко от видения Божьего. И, к примеру, уже по закону меняется законодательство о том, что люди могут и имеют право выбирать себе пол. То есть я хочу быть, несмотря на то, что физиологически во всем мужчина есть мужчина, женщина есть женщина, но они могут выбирать себе пол, могут выбрать женский пол, мужской пол, либо средний какой-то там пол, и по закону их нужно принимать такими, если они хотят, два мужчины хотят, например, заключить отношения, как бракосочетание провести, то не имеет права, уже по закону будет не иметь права не дать им такое, не зарегистрировать их таким образом. и если кто-то будет при этом опять-таки что-то говорить в отношении, то есть это будет как дискриминация с точки зрения пола, с точки зрения личных прав, личных свобод, то это уже будет караться законом. Поэтому церковь уже не может проповедовать Слово Божье, которое говорит о том, что это грех. И даже в отношении детей родители могут также лишиться родительских прав, и это так и есть. Все это идет из-за чего? Из-за того, что они не позволяют своему ребенку самоидентифицироваться. Если ребенок подросток до 18 лет решил, что он хочет сменить пол и даже проводить например какие-то гормональную терапию, то если родители будут против, то это будет как на английском abuse, то есть это насилие, форма насилия, психологического насилия, когда родители препятствуют своему ребенку быть тем, кем он себя чувствует или осознает или идентифицирует себя как. Опять-таки, откуда этот ребенок может это все делать? Это, конечно же, влияние все, то, которое он читает либо слушает, либо ему, можно сказать, проповедуется в этом мире. Потому что просто так из его головы где он это может все взять? Поэтому проблема в том, какому слову следуют люди, какому слову следуют и в каждой стране, есть разные такие идеологии, которые в действительности не от Бога. Мы не говорим, что только западное общество летом. У них есть свои проблемы и по-своему у них есть проблемы. Но нам, но в Азии и в других странах есть свои проблемы, по-своему дьявол действует, также уничтожает. Нет какой-то хорошей идеологии, если это только Слово Божье действительно важно. И в Слове Божьем есть свобода и истина и все, что необходимо для нас. Поэтому церковь должна оставаться действительно церковью, где главой является Христос. И поэтому важно, чтобы мы с вами были теми людьми, которые могут передать веру, передать не просто закон, передать не просто какие-то мистические испытания Бога. иначе будет то же самое, что происходит сейчас в Европе и в Америке. Нам нужно действительно понять, что когда мы исповедуем, что уже не я живу, но Христос во мне, это не поражение мое, это начало новой жизни. Это Павел действительно понял, что действительно есть, кто действительно есть в первую очередь враг. Это мое я, эгоцентризм. Это когда я ставлю на престол своего сердца себя. Я делаю так, как я хочу, я делаю так, как принимаю решения, так, как мне нравится, так, как мне хочется. И это так есть, Бог дал нам свободу выбора, свободу воли, но если мы не будем получать водительство Духа Святого, что значит водительство Духа Святого? Мудрость от Бога. Различать, что есть добро, что есть зло, по-настоящему. Любовь, если не будем получать, не будет плодов Духа Святого в нас, то мы не сможем по-настоящему действительно быть теми людьми, какими мы можем быть и есть вообще. Поэтому нам нужно не упускать это. Иначе мы заблудимся, потому что мы сотворены таким образом, чтобы с Духом Святым быть постоянным в общении, чтобы с Духом Божьим быть в общении постоянным, чтобы наш Дух был соединен с Духом Божьим. Вместе происходило это общение Духа нашего и Духа Божьего, и тогда мы можем быть теми, кто мы по-настоящему есть. настоящее борьба это борьба действительно внутри нас, то, что мы говорим греховной сущностью, что это греховная сущность, это когда мы живем эгоцентрично, материалоцентрично, в погоне за успехом для того, чтобы поставить имя свое, то, что это есть Бытие 3, 6, 11 главы. Поэтому Моисей, когда мы смотрим в отношении также через Моисея, как Бог смог упорядочить жизнь израильского народа также, чтобы действительно Слово Божье всегда было в центре и даже на физическом уровне, то, как они жили в шатрах, Скиния всегда в центре стояла, чтобы действительно жизнь была на физическом даже уровне напоминание того, что наша жизнь должна быть направлена к Ковчегу Завета, как тогда в израильском народе, к храму и у нас в нашей жизни, это к тому Завету, который не на физическом уровне виден, но на духовном. Поэтому если мы живя сейчас уже здесь на этой земле, мы будем так, как и израильтяне в пустыне 40 лет ходили, точно так же и мы можем вот так вот жить нашу жизнь, живя так, как мы хотим, упрямство, упорство. Не означает, мы потеряем спасение, но мы не будем наслаждаться благословениями, которые Бог приготовил для нас, как тогда для израильтян в земле хананской, и из-за того, что они во-первых, в Египте в плену были, потом в рабстве, потом еще 40 лет ходили, то, естественно, хананская земля наполнилась уже народностями, и те народности, которые туда пришли, они уже поклонялись идолам, и они уже были теми людьми, которые стали источниками проклятия, поэтому пришлось воевать с ними, израильскому народу, и это не то, что Бог хотел, можно сказать, и хочет, но это то, что было то, что необходимо, потому что иначе потерялся бы завет, иначе бы, если бы не израильский народ, он был хранителем завета, то потерялось бы и завет, и мы бы с вами также не узнали бы, и сейчас бы Евангелие не пришло бы к нам, поэтому 1 Коринфянам 15 глава 8 стих Павел в отношении себя говорил в исповедании своей жизни, он говорил о том, что действительно я наименьший из апостолов, и я гонитель церкви, и но благодать Божья во мне не была тщетной, и я потрудился даже больше, чем все остальные, и Павел он точно понимал, и когда он видим также Галатам 2 глава 20 стих, то, что мы говорили уже сегодня, что уже не я живу, но Христос во мне, потому что он понимал, что важно, поэтому он говорил, я умираю для себя каждый день, чтобы благодать Божья жила во мне, поэтому умирать для себя это не означает перестать кушать, перестать заботиться о себе, о своем теле, о своем здоровье, перестать там вообще все делать, нет, это не об этом, как раз вот нам нужно жить, нам нужно заботиться о себе, нужно заботиться о своем здоровье, почему, потому что нам нужно жить для Господа, жить для Царства Божьего, жить для того, чтобы через нашу жизнь Божья сила проявилась, для того, чтобы через нашу жизнь любовь Божья явилась в этот мир, чтобы через нашу жизнь люди могли видеть Бога, чтобы мы действительно стали образом Божьим отображать Бога, чтобы Иисус не был эгоцентричным, Иисус не был... Что есть моим образом? Что есть моим... Что я отображаю тогда? Отображаю ли я Христа, либо я себя отображаю? Видят ли люди во мне Христа, христианина, либо же они видят во мне просто соперника своего? Того, с кем сражаться? Поэтому давайте действительно будем молиться о том, чтобы только Христос, только Царство Божье, только Дух Святой и плоды Духа Святого были во мне, и тогда наша жизнь будет таковой, что мы будем источниками благословения для наших семей, для наших стран, для всех. Поэтому давайте помолимся также, чтобы любой выбор, который мы делаем, все, что бы мы ни делали, мы могли делать действительно, это все внутри молитвы, получая водительство Духа Святого, для того, чтобы сила Христос была.